24 глава, 31 стих. Внимание, слушайте. Слушайте, внимание. И пошлет ангелу своим с рукой взрывогласною, и соберут избранных его от четырех ветру, от края небес и до края их. От смоковницы возьмите подруги. Когда ветви ее становятся уже мягкие, пеккие, или пускают листья, то знаете, что близко ли это. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко предверяло. Истинно, говорю вам, не придет рот сей, как все будет. Говорит, я по земле приду, но слова мои не придут. Одни же том и части никто не знает, не ангел небесный, а только Отец мой небесный. Отец мой небесный. Итак, вот здесь момент. И пошлет ангелов своих с рукой взрывогласно, и соберут избранных его от четырех ветвов, от края небес до края их. И здесь так. Так. Когда вы увидите все сие, знайте, что близко предверяло. Тогда явится знамение Сына Человеческого на земле, и когда расплачут все времена земные, и увидят Сына Человеческого, вредочим на облаках небесных силу и славу великую. Вот о каком времени говорится здесь? И что такое труба, драмоглаз, сломя? Можно ли мы понять? Во втором происшествии Христа. Вот он называется православное благословие, это скоповое, то есть будущие судьбы мира, которые завершат конец зерой истории. А Марка какой месяц? Марка какой месяц? 13? На памятном 11-11, по-моему, Марка. О том, что никто не знает, ни сын, ни только один отец. Но знаете ли, если бы по... Тренович 27. А, банк администатист, по-моему, только что это не знает. А что это на памятник? Ну, брат толкования, есть тени стены, такое еще есть, он обычно хорошо могу зачитать. Нет, вопрос был задан конкретно, на каком времени? Там что-то вы читали. Здесь у меня попало. Что я не применю искал сейчас? А, там другое место. А, это что? Это что? Ну, это нормально. Господи. Там говорится святые и господи. Какое-то одно. 13, да? 13, 27. Вот все, вот это. Итак. Евангелие от Марка, 13, 27. И тогда он пошлет ангелов своих и соберет избранных своих от четырех метров, от края земли до края неба. Момент. Пошлет ангелов своих. Освокомницы, возьмите подруги. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко ли это. Будет знать. Так. И когда вы увидели то сбывающимся, знайте, что близко. Ли дверя. Сейчас он там все святые. Да, 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 да. А в чем он просто волос? Ну, сейчас он к какому времени относится, я помню. Да, к какому времени. Кто такой кубак замогласный, кто такой кубак замогласный. Кубак замогласный. Дорогие. На последствии сказано спасительно в каком месте Сила Недесная поколеблюсь. Я подковалих раньше читал, что они видели, как Лид созидался. И в идее сказано, что Сыны Божии радовались о создании творения. И когда они увидят, как это все будет разрушаться, но преображаться, или по слову апостола Петра сгорать это шумом, то, соответственно, они поколеблются в этот момент, когда увидят, как творение преобразуется. Вот такие толкования я точно помню. Это не противоречит другим толкованиям, которые помню. В части того, что, например, Господь когда повелевает этому Морю, там, вот и что-то, потому что Море, Море, оно, соответственно, это не живое. Но перед Богом оно знает своего Творца. А в Иге, значит, это, в Иге Ездра, по-моему, там есть, что, камень Лозапиет. То есть, каменный Лозапиет, с точки зрения того, что он знает свою Творца. В этом смысле. Я так это, действительно, понимаю, именно из тех, опять же, моментов, которые, я считаю, вот это, патологические, патологические фильмы, как Творца. Матфеи 24, 31 по 33. И пошлет ангелов своих с трубой громогласной, внимание, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес и до края их, от смоковницы, возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мельтей и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все с ее, знайте, что близко лето. Толкование. Толкование. Господь пошлет ангелов собрать святых и воскресших из мертвых, для того, чтобы они встретились, его на облака. Созывая их через ангелов, Господь делает им через эту честь. Если же Павел говорит, что они восхищены будут на облака, то это нет противоречия. Ибо тогда они собраны будут ангелами, ибо ибо когда они собраны будут ангелами, то их восхитят облака. Труба для большего изумления и страха. обращайтесь вновь, когда говорит, все это будет, тогда недолго до кончины мира и до моего пришествия. Господь Жаквы называет будущий век. Говорит, что после непогоды будет ясное время для праведников, а для грешников настанет еще более бурное время и большее смятение. Как видим ветви Элиси Смоковницы, вы ожидаете, говорит, Господь Жаквы, так, видя знамение, о котором я говорил, то есть изменение Солнца и Луны, ожидайте моего пришествия. Толкует блаженный Хилклорад Духом Святым. Есть моменты, которые кто-либо обратил внимание истолкование? Истолкование. Какие моменты? Я могу обратить внимание, есть Матфея в 13 гове, когда еще идет поэзия. плевел, да, плевел. И там Господь говорит, что также что клещи будут собраны святые, а потом гречники уже будут. С первого святого будут именно святые. Потом там написано, что в царстве царство небесное будет потом. Оно уже идет от богов. Когда Христос воскрес, наступило тысячелетнее царство. Она уже идет. И из Матфея 15 лет говорится, что там гречники будут праздники взяты. А потом уже только гречники. как раз тут написано, что слово царство его уже запомнили. Я вам подготовлен к этой теме, господин. Но, опять же, священно, писали, говорили, если суд Божий в целом его начнется, я может это слово цитирую, то гречники не лениться факты вопроса. В данном случае из ползавания, которые я помню, вот эти строки из Священного Евангелия можно понимать в смысле слова, что даже общая эскатология, общая будущая судьба мира, это смена, достаточно, может относиться и к частному формату. То есть смерть человека это частная афокалипсис. Когда труба понимает, что святые и воскресшие в это время, когда труба затрубит. Еще такой грамма труба. Я понимаю, что святые это те, которые дожили до последних и которые были в тот последний момент, это буквально прямое толкование. есть еще вопрос по лупаме, более широкое понимание слова святые. Как Господь говорит, бодрость молитесь, молитесь, всегда готовы вас встретить, но это более широкий контекст. воскресшие воскресшие это непосредственно преображенные в тот момент времени именно в данном случае имеется ввиду больше буквально толкование времени. Как понять в том моменте времени, тогда, когда они уже святые и воскресшие они уже воскресшие. почему именно что именно в тот момент соберет этих воскресших и святых, когда затрубит труба, анкел. Но есть опять же воскресение первое в откровении связано и это непростой богословский вопрос, потому что речь идет о будущих событиях. С точки зрения того, что перед Богом все в настоящем, это правда. с точки зрения нас, люди пребывающие во времени, все-таки преимущественно большинство толкователей говорят о будущем. Сейчас всех запутать. Воскресение первое это Христос тебя искупает и принял. Все, ты уже воскресение первого. Воскресение второго это жизнь. Так же и две смерти. Вопрос такой, вот эти святые воскресшие, те, которые уже в рай просто идут, он их забирает и все или нет? Они сейчас есть эти святые воскресения? Они пока эти святые, они еще не умерли. А в тот момент, когда они уже умерли, они потом воскресают? не судят прежде до времени. А речь идет о том времени, которое наступит. В данном случае, если апостол говорит не судить прежде времени, ибо когда явится, я судья, я не помню слову. Явец. Вот это. опять же, непосредственно, если мы берем по аналогии герсиманские события, что человеческий силен двадцать легионов ангелов, это умолит аж сайт, это преимущество именно на будущее толкование. На будущее сотрудничество. Я так это вижу. Отдельное частное толкование, возможно, что мы в этой земной жизни должны быть преображены, готовы, но это частный формат. А вот все-таки преимущество именно на будущее. Девы не должны, а дело то, что соберет, уже соберет, должен, не должен, поздно тебе. А иные на суд не придут, написано в Евангелии, они уже восхищены. Вопрос не о суде. Вопрос не о суде. Кто ж здесь? Святые, святые, кто святые? Допустим, едок, который им должен умереть там. Ты кто? Святой доскрешник? Кто их к себе применяет? Кто ты? Вот, подожди, ну давай защищаю пока на это место. Да, да, да. Пошлет их прежде, чем появится крест. Смотри, первая. Слушайте, внимание. Какие знамения? Внимание. Какие знамения? Внимание. То есть это будет послано до креста. Вот от креста до креста. Как Ефимий заявил. Закопед пишет. Здесь не соблюдает, не соблюдает последовательности в рассказе, а просто говорит о том, что будет... Четырьмя ветрами обозначил четыре стороны. Вселенная, Восток, Запад, Север, Юг. Из каждой дует собственный ветер, особенный. Четыре стороны суть собственной ветра. Словами от концов до концов это... Четыре ветра вот эти. Дальше пределы неба и земли. Понятно так. Заметь, что пробудет мертвых труба. Что? Пробужденных соберут ангелы, а собранных восхитит облака. Слушайте, внимание. Как сказал Павел, встретене Господне на облаках. Первое послание 14.17. И слоникистов. Ангелы соберут также и грешников. Это сказал Христос, изъясняя притчу в тринадцатой главе. Пошлет Сын человеческих ангелов своих и соберет от царствия его и соблазны и творящих беззакония. Там объяснение на один написан. То есть это, видать, и грешников тоже собирает. Всех собирает. Для чего? На суд? Божий пока собирает. Пока еще труба трубит. Труба собирает. А что такое трубит, дермоглашная труба? В толпе же объясняется. Прочитали уже? Нет. Как-то нет. Для устрашения написано. Это для устрашения. А что такое труба? Труба иначе что? Что это такое труба? Звук, голос. Кто-то на трубе говорит или что? Что это такое? Нет. По какому критерию? Зачем вам это знать? Мы уже не знаем. Это же событие. Труба. Он издает звук. Звук, голос. Некоторые говорят, некоторые говорят, Христос воскрес! Христос воскрес! Слушайте и покайтесь! Зачем о трубе это знать? Это труба, человек. Ну, слово, слово. Ангелы будут передать. Ну, время подходит. Такое, что будут трубить сейчас. Зачем? Как чего? Я ничего. Труба-то зачем? Знаете, какая труба? Как она выглядит, что ли? Он говорит, о чем вы это говорите? Он признавать тебя. Кричать всем. Кричать! Это понятно. Нужно его просто задать. Чтоб понять, что такое труба. Некоторые думают, что труба это вот, что начинает дуть. Я не тихо. Ну, я так и думал. Ну, как? Ну, вы так и думали. А труба это вот, когда стихнет через ногу. Да. Он кричит. Он кричит. 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 Трубы духа святого. Трубы буквальное значение за себя святого. Ангелы, они служебные духи. Служебные духи. С какого материала еще? Трубы. Я не хочу. Почему обговорки? Я уже читал эти вещи. Я читал эти вещи. Я сейчас создатель. Я сейчас создатель. Труб. Есть древние святые отцы. Трубы. До восьмого века сборник есть там. Под командой до восьмого века. Я вот, во сдали его на месте на валенте. Даем целом пригодат. Солны. Солны. Серебра. Да. Высочайшие тайны учений. Высочайшие тайны учений. Правильно, ты когда говоришь, что мы согласны, у тебя золотые трубы-то, они не какие-нибудь алюминиевые, что ты его потихонечку... Христос воскрес! Пошли свечи поставлю, шли домой, и все, и Христос закончил. Христос воскрес! Всегда воскрес! И Он трубит! Слышно! Ты Владимир говорит, ты сейчас поднимаешь, поднимаешь. Я посвятую, в основном Ваши слова. Я просто говорю, что инстантикции все понятно, зачем он показывает. Ну, хорошо, что ты говорил, что кто-то сказал, что кто-то говорил. Многие думали, что это правильно, то есть это ... звук грубит. Ты говоришь, ты понял, что он в трубку там вон бежит, что надо струбить. А это говорит, что в моем мнении совершенно. Я говорю, что ты ошибаешь. Действительно, возможно, ошибаешься. Не напираешь на то, что это значит. Может, и так. Нет, это правильно, это о голосе говоришь. А речи, да. Это я уже наставил. Потому что в окровении духа, Слышал я голос будто бы трубы. Золотые золоты. Переклады слава. Драгоценные золоты. Драгоценные золоты. А в окровении, по-моему, В окровении, по-моему, Теперь хочется спросить еще вопрос. Как говорится о будущем веке? Как это? Да, точно. Мы находимся в каком месте этого будущего века? В преддверии, что он наступил. Мы вступили в этот будущий век. Или все-таки мы не вступили в этот будущий век? Он наступил. Какие ясные признаки, знамений, Являются сейчас в мире? Можем ли мы что-то сказать? Какие? Ну, допустим, например, Аммаз, У меня нет серого. Это отрицательные признаки. У меня нет друг друга Господь. Признаки, когда ангелы собирают святых и воскресших. На земле. И другую. И другую. На земле. То есть, есть ли признаки этого? Вот тут сейчас, по крайней мере, пока еще вот этот момент, в буквальном смысле этого значения не наступил. В буквальном смысле. Есть признаки того, что люди собираются для жатвы. Да. Одни правильно живут, другие там грешат. Это да, это есть. А вот именно то, что конкретно нет единого правителя, нет, значит, единого государства. Это, наверное, все будет. Нет. Вот это же... Это уже сливай в воду. Это уже сливай в воду. Сливай в воду. Подожди, а зачем? Ну, он говорит, у тебя даже предвидим, и это уже конечная станция, все воскрешают. Этого, конечно, нету событий. И предвидения этого нету. Сейчас нету? Нету, конечно. Вообще нету. Ну, а что ты подразумеваешь-то? Я не знаю. Нету, иначе бы мы сейчас воскресли. Только льду для жизни. А ты не воскрес? Ну, воскресенье имеется в виду воскресенье. Здесь речь идет о том, что ты будешь преображенным телем у тебя. Да. Ты будешь преображенным телем воскресли. С чего ты решил? Вот еще решил. Ну что? Почитай. Почитай. Ну, отлично? Да. Ну, вот где... Еще раз. Когда... Полностью? Ну, в конце там... Когда говорит... Все это будет, тогда недолго до кончины мира и моего пришествия. Так. Господь жатвую называет будущий век и говорит, что после непогоды будет ясное время для праведников, а для грешников настанет еще более бурное время и большое смятение. Как, видя ветви и листья смоковницы, вы ожидаете, говорит Господь жатвы, так, видя знамения, о которых я говорил, то есть изменения солнца и луны, ожидайте моего пришествия. А пока этих событий нет. Ну да. По церковному преданию не видно. Предание сказано, что крест там... Ничего. Одни из таких древних толкователей, 40 дней будет на небе там и так далее. Это предание. Это расписание. Я сразу... Толкование идет. На земле события будут происходить или уже начинают происходить? Уже начинают происходить. Уже начинают происходить. Гром в небе. Не пойду очень. На земле или на небесах? Как? В один священный вопрос. Я понял реально вот это. Да, да, да. Откуда на небесах? Это недодатно, что, короче. Нет, после воскресения креста уже это время началось. То есть мы ожидаем второго пришествия. Мы ожидаем. А здесь соберут воскресших. Перед вторым пришествия. Это все будет перед вторым. Перед вторым. А мы в преддверии второго пришествия? Конечно. В преддверии. Но еще признаков такие, которые здесь описано, нету еще. Совсем нету? Не живет. А вот они признаки. Смотри. Вот Латфея 24 глава, с 3 стиха я прочитаю сейчас. В котором мы сейчас время живем. Когда же сидел на горе Леонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили. Скажи нам, когда это будет? И какой признак твое пришествие и кончина века? Иисус сказал им в ответ. Берегитесь, чтобы кто не провести у вас. Ибо многие придут под именем Моим. И будут говорить, я Христос. И многих провести. Вот это событие уже происходит в наше время. И вспоминайте этого в настоящем крае. Это срыв. Это срыв. Это срыв. Кузя себя называл. Это же преддверие. Уже преддверие. Бог Кузя. Речь идет о том, что перед тем, как произойдут еще дальнейшие события. Еще Антихрист потом будет. Использование более гонения будет. Только потом уже после этого события будет второе пришествие места. Воскресенье праведное. Все это будет потом уже. А трубы когда будет? А сейчас? А сейчас? На земле? На земле? Увидите события происходящие? А сейчас этого нету. Слушай. Уж внимательно. Страх на них. Страх на этих будет. Когда? Разве страха у людей нету? Нету. Сейчас нету. Нету страха совершенно. Страх за свою жизнь. Страх за то, что вода в ряду. Страх перед Богом будет. Они увидят уже, что эти события все будут. Прочитай про грешные. Про грешенки они вообще. Самую начинку. Самую начинку. Внимательно. Прочитай. Внимательно. Мне кажется, вы запутали уже. Я ничего не запутал. Вот смотри. Я иного. Я иного. Буду три с половиной года обещать. А это уже после. Это уже все. Что за мной спрали? Там уже поздно. Там уже не покаемся. Вопрос. Наступило ли это время? Такое место жатвы называется Будущий Вет. Будущий Вет. Будущий Вет. Будущий Вет. А преддверие то есть. Преддверие. Есть признаки. Признаки. Я уже потянули вот так. Ты уже не можешь. А здесь еще говорится. Как видя ветви, вести, смоковницы, вы ожидаете, говорит господь жатвы. Происходит. Происходит событие. Как видя знамения, о которых я говорил. Так. И страх. Страх. Для кого здесь? Представите. Страх для кого. Труба. Для большего изумления и страха. Так. Ну это. Сейчас изумляются люди. В мире. В мире. Не в Потеряевке. Не в Скуратово. Не в Москве. Изумляются люди. Нет. Ну смотрят, смотрят. Совершенно нет. Да нет. Мало. Изумляются. Им страшно. Водогрязные. Пить. Только покупная. За таблетки берутся люди. Чтобы жить. За таблетки люди. Да. Как они не боятся боятся. За таблетки. За таблетки люди. Да. Как они не боятся боятся. Потом страхи. Люди в страх нападет. Сейчас они не боятся боятся. Боятся что-то праведное. Потому что они перед Богом ходят. Они боятся. Конкретно идет речь о втором пришествии Христа. И тех событиях, которые будут перед этим. А нигдоменно все это будет происходить. Не надо вот это наше время перепутать в тем время, когда мы конкретно уже Христов должен прийти. Вот. Все явится уже. Блин. В наше-то время зачем мы вот эти события продолжаем. Может когда их начнется уже поздно. Ну пусть будет. Они изумятся. Они изумятся. Потому что будет уже все воскресенье мертвое. Все. Праведник воскреснут. Грешники воскреснут. Только дни для жизни вечные, а дни для вечного осуждения. А что значит грешник воскресник? На суд. Все воскреснут. В преображенных телах. Несмертные. Оттуда из могилы? Да. Все из могилы. И те которые живые будут. Из могилы. Да. Это все конец. Это крат. Там изумляться уже бесполезно. Почему? Воскресший. Воскресший человек. Воскресший. Я умер и воскрес во Христе. В крещении он воскрес. Мертвые-то все воскреснут тоже потом. Да, Юрич. Но есть, допустим, слова спасителя прямые. О том, что Царство Небесное внутри вас есть. И там не откроется Царство Небесное. У них принесли, что крещение это воскресенье. Это первое воскресенье. А тут второе воскресенье. Все воскресенье говорили. Мы-то еще не об этом говорим. Тем общее воскресенье будет всех. Там же воскресенье. А первое понятное дело. Это вот мы воскресенье в первом воскресенье. Первое воскресенье? Это вопрос. Тут же речь за нами конкретно. Вот то, что мы сейчас прочитали конкретно. Здесь идет речь о втором пришествии Христа. Все. А в нашем времени сейчас речь не идет. Там все воскресенье тоже все. Ну конечно. Человек живет, живет, живет. И раз сразу. Проснулся. И вот он Христос явился. Он не проснулся. Подожди. 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 Человек спать ложится. Он говорит, я не в это время живу. Проснулся и мгновенно Христос так. На небесах. Такого не бывает. Есть предвестники этого пришествия. Так мы их и разбираем? Так разбираем. А мы говорим, это мы не учитываем. Это не в наше время. Это будет тогда. Конечно. Так оно и будет. Это будет тогда. Но что-то можно видеть какие-то это самое. Созревающие. 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 Созревающие, да. Созревающие. 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 Я начал в Матфея 24 главе. Также брат привел 2 Тимофея 3.16. Знаете, в какое время придут. Нам бы напыщены. Будет. Любви не будет у людей тогда. Те уж своими словами. То есть признаки это есть. А в наше время это все сбывается. Бог. И в речи идет автономный шестик и сад. Есть такой юридический термин. Акселерация. Акселерация долга. Акселерация греков. Акселерация добродетелей. Вам откровенно сказано. Праведник. Пусть делает правду еще нечестивый. Пусть сквернится еще. Речь идет уже о конечном времени. Когда урожай уже созрел. И начинается жанр. И однако не пользует эту тематику. А если речь идет о преображении души в первом воскресенье, в этой земной жизни, когда царство небесное внутри вас есть, то есть много форматов для обсуждения. Без этого не будет второго. Понятно. Конечно. Без этого не будет второго. Понятно. Об этом еще идет тоже. Иисус сказал ему в ответ, берегитесь, чтобы кто не крестил вас. Вот дальше так же. Чем? Шестое. Вот то, что я именю. Я Христос и многие крестят. Даже услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь. Ибо надлежите, что никому вы. Но это еще не конец. То есть мы это видим. Больные на людей. Народ на народ. Это наше время? Да. Наши время. Вот смотри еще. Насчет Бога. Что Господь знает. Все пути зла. Все пути зла. Его развитие в нашем земном мире. Известный Богу. Ну понятно. Его молнияобразное пришествие, то есть он как молния явится, совершится не прежде, чем в нашем мире созреет и зло, и добро. То есть оно созреть должно. То есть добро до крайности доходит и зло до крайности. Чтобы зло не сказало, что над ним совершено насилие всемогущим Богом. Ибо ему не дано было время, чтобы до конца довести свою борьбу с добром. Зло имеет претензий к Богу. То есть зло имеет претензий к Богу, что надо время. Давай мы поборемся, как он иуд. Говорит, дай мне его. А он бы сказал, не дам. Он говорит, да, бери. Только душу не тронь. Потом, а дай мне еще его раз. Бери. То есть вот так еще. И поэтому дается время добру и зло, чтобы они до конца развили мощь и силы свои. Это можно сравнить с тем, что был Советский Союз. Господь допустил, да. То есть люди, атеисты, возгородились, решили свое царство здесь на земле построить. У нас хотя бы в России, да. Ну и в других странах тоже. И потом Господь показал, что дошли до верха, все беззаконие, все-все насыпалось. То есть опять ничего не получилось. Даже и будет вот здесь. Да. То есть добро и зло набирают силу. А потом, когда силы набраны, тут как раз Христос является. Все. Суп теперь. Вот смотри, другие признаки. Смотрите. Не ужасайтесь. Ибо надлежит всему тому быть, но это еще и конец. Ибо восстанет народ на народ. И царство на царство. И будут глады, муры, землетрясения по местам. Все это начало болезни. Когда будут предавать вас на мучения, убивать вас, вы будете ненавидимы всеми народами за имя моего. И тогда соблазнятся многие. И друг друга будут предавать. И возненавидят их другу. И многие лжепророки восстанут. И хрестят многие. И во впрочении умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедом будет сеять Евангелие Царствия во всей Вселенной. Во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Вот смотри еще, братья. Он его очень хорошо делает. Вы хоть запомните что-то. А то так прочли и мимо пошли. А так мы ему доказали будете помнить. Но он специально так и делает, чтобы вы запугали. Вот смотрите. О дне в житом и часе никто не знает. Ни ангелы небесные, а только отец небесный. Толкование. Значит, это знание превышает ангельские человеческие способности познания. Когда? Один бы спрашивал. Когда? Человеческому естеству как таковому не принадлежит знание это. Почему Спаситель говорит, что даже Сын Человеческий этого не знает. То есть не знает его человеческое естество. Хотя как Сын Божий он знает. Понятное дело. Человеческое естество по своей силе не может узнать и знать этого. Познание и знание оно может получить как дар от всемогущего Бога. Логика человеческого естества не может этого не знать, не предвидеть, не контролировать. То есть ты не можешь. Тебе только может давно быть. И ты увидишь. Вот признаки. Да. Оно приходит. Потому что человеческая логика... Ну... Невозможно гадико и знанием это постичь. Поверхность проекта. Невозможно. 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 Когда конкретно? Невозможно. Невозможно. Еще один вопрос. В этом собрании сестрам дается слово или нет? Потому что это же не богословение. Дается слово? Ну как и смотрите на меня тоже братья. Да. Да. Дается. Они нас говорят. Поэтому я хотел бы услышать от вас что-нибудь. Ну что вы друг на друга переглядываете? Мама. 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 Вопрос о воскресении праведников и неправедных. Это будет... Получается... Вот мы крестимся. Мы воскресаем в Иисусе. Это первое воскресение. Это третья вечная. Так будет два воскресения. Второе воскресение получается и духовное. Интересное что ли? Безусловно. Затем мы собираемся. Шик. На судно. Если мы первое... Вот прочитаем. Пиор на 5.24 читаем. Брат, можно я сейчас сеть хочу? Завершу этот вопрос. Потому что... Нет. От праведников и грешников. В первом... В первом... Мы в воскресении, например... В первом только... Уверовавшие воскресают. В силе праведники в этом воскресении. Вот вопрос. В первом воскресении только кто Христа принял. Как спросите. Подождите. А они в силе праведника не остаются? Подождите. Боишь, что ты можешь воскресать в первом воскресении. Потом упасть опять и не покаяться. И все. Практически нас радует. Господь вас на суд может. Я хотел еще разобрать внимание. Девять минут. Девять минут. Владимир прочитал. Это начало болезни. Я не специалист по греческому языку не знаю. На слово начало есть как время, а как причина. Архиос. Возможно, в этом месте перевод как причина болезни. Возможно. Я просто нападать не понял. Вот это... И в такой момент еще такая зима. Да-да, мы знаем. Раз, молитва через обсуждение. У Павла хороший вопрос. Первый воскресенье, человек воскрес. А во втором воскресенье может он воскреснуть на суд при этом? То есть в обсуждении себе? Может. Но если ты упал, да? Думал. Не упал, не покаялся. Не покаялся. Да не упал, тебя же храни. Кости одни встали. Не, ну он про грех, говорит. Я имею ввиду. Крестился он, а потом в грехе умер. И все-то нас воскресает в обсуждение, на суд и в ад идет. Все хана. Хана. Итак. Я предлагаю сейчас достойно поблагодарить Господа. И можно ему измерить за стол. Нет. Надо еще к предыдущей. Да надо же сразу начать молиться. Приступай. Тихо. 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 Стали. На молитву. На. Отойдите. Тихо. 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 Всё. Тихо. 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 Доступом. Четыре. Время Отца и Сына и Святого Буха, Боже, и милости обрешен, создавший нас, Господи, помимо нас. Слава Тебя, Боже, и милости обрешен, Господи, помимо нас, Господи, несусь в Христе, Сын Божий, по молитвам прочисти Твою Матери всех святых, обниму нас. Слава Тебя, Боже, и милости обрешен, Господи, слава Тебе, Царь Небесный, утиши Твою Честь, и на везде находящийся все нам огняще, источник благих, и милости обрешен, по идее всерей с нас, и очисти нас от всякой скверны. И спасибо, Души нашей, Святой Божий, и милости обрешен, Господи, помимо нас. Слава Тебя, Боже, и милости обрешен, Господи, помимо нас. Слава Тебя, Боже, и милости обрешен, Господи, помимо нас. Слава Тебя, Боже, и милости обрешен, Господи, помимо нас. Добри от царства твоего, добри от воли твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш, насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем долг векам нашим, и не веди нас с искушением, не избавь нас от рукава, и во мне слава, и сила и сила, и вновь веки. Помилуй нас на тебя, вновь упомяя, и прогневайся на насильно, и не вспомни беззакония наши, но украти нам взор твой, и ныне так, как ты велосерд, и избавь нас от врагов наших, ведь ты Бог наш, и мы твои люди, все творили рук твоих, и имя твое призываю. И ныне всегда, и в обиде тебе Бог. Аминь. Господи, не лиши мне небеса твоей блага. Господи, избавь меня от вечных мук. Господи, согрешу ли я в нем, или в обшлении, в слуху ли я делаю, прости меня. Господи, избавь меня от всякого неверения, забвения, малодушия и оправданного бесчувствия. Господи, избавь меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, которым начинал уковы желания. Господи, я как членница грешей, ты же как щедрый Бог, помилуй меня в виде неба души моей. Господи, пошли благодать твоей помощи мне, да прославлю имя твое святое. Господи, Иисусе Христе, напиши мне, арабатывая в книге жизни, и даруй мне благой комиссии. Господи, Боже мой, хотя я не сотворил ничего добрую перед Твоей, но даруй мне по Твоей благодати положить начало добрым делам. Господи, ограбив сердце моего, просу благодати Твоей. Господи, небо и земли, помяни мне грешного раба Твоего, скверного и нечистого в Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня. Господи, не оставь меня. Господи, огради меня от сяга на пасти. Господи, дай мне благую мысль. Господи, дай мне слезы и память о смерти и сокрушение сердечных обреков. Господи, дай мне мысль исповедной грехи моей. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дай мне терпение, великодушие и крутость. Господи, насади во мне корень добра, страх перед Тобой в сердце моем. Господи, не достой меня любить Тебя от всей души моей и помышлений и исполнить во всем воле Твою. Господи, защити меня от злых людей и бесов и страстей и от всякого неподобающего дела. Господи, Ты знаешь, что делаешь и чего желаешь. Да будет воля Твоя и надо мной грешна, ибо Ты благосовен во веки. Аминь. Аминь. Милосердная, милосердного царя, милосердная матерь, причистая Богословная Богородица, молей она. Излей на мою страстную душу, милость Сына Твоего и Бога нашего. И направь меня Твоим молитвами на добрые дела, чтобы у меня остальное время моей жизни прожить без греха. И с Твоей помощью, Богородица Дева, едино чистая и благословенная, войти в рай. Ангелы Христу, святой мой хранитель и покровитель души и темы моего, прости мне все, в чем я согрешил в сегодняшний день. И избавь меня от всякого коварного замысла, идущего против меня врага, чтобы мне никаким грехом не продлевать моего блога. Но молись за меня, грешная недостойная раба, чтобы представить мне достойную благости и милости Святейшей Троицы, Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Да воскреснет Бог, да рассеется враги, да бегут лица его, ненавидящие Бога, патрищен за это им, так пусть и они исчезнут. Как тент воск от огня, так пусть погибнут и бесы, приведу любящих Бога и осенящихся в себе крестным знамени, и с радостью дворящих, радостью многочтимы, и же дворящий крест Господень, прогоняющим весом силу распятого на Тебе, Господа нашего Иисуса Христа, сошедшего в ад и уничтожившего силу дьявола, и давшим нам Тебе свой чтимый крест для продания всякого врага. О многочтимый, же творящий крест Господень, помогай мне со святой Госпожью Девою Богородицей, со всеми святыми в веки. Аминь. Аминь. Руки Твои, Господи, Иисусе Христе, Боже мой, предаю Дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, Ты жизнь вечную дабы мне. Аминь. Слава Тебя, Господь, и благослови, и слава Тебя. Я бы прошу, мне расходиться, минуточку, под запись, пожелательно. Сейчас отъезжают три человека, хотелось бы, хотя бы, какие-нибудь попрощаться, и слова какие-то, благодарность, недовольство, или что-то там, благодарение, что-то, что-то. Выйдите сюда, пожалуйста, под запись. Оператор, что? Оператор, пишется все и выставляется вот там. Брат Владимир, ты как ответственная за перебесом въезда, извращение, скажи, что это человек? Нет? Ну, не сказать, нет. Ну, представьтесь сами, вторую очередь. Я взятый великолепно, и мой сам путь. Ничего не слышно будет? Сейчас, подождите, так невозможно. Нет, истории не надо, в краше, апрекасшем прибивании, мы сейчас отъезжаем. Как здесь вы побывали? То есть, он же сказал. Влагодарение, недовольство. Здравствуйте, спасибо вам большое за хлеб, за соль, за место, что вы мне здесь приносили, мне здесь очень понравилось. Я всем довольна, и всех благодарю. Просите, если я вам что-то не так сделала. Может, пожелания какие-то, чтобы мы были лучше? В чем-то может быть? Не знаю, мне еще нравится. В чем лучше еще можно быть? В рабство, по-моему, это лучше всего, что может быть. Община мне очень по душе. Юрий Павлович. Живое общение, братья и сестры, это непосредственно возрастание в взаимном опыте и непосредственно единение взаимных сердец. Даже если есть какие-то отдельные расхождения во взглядах, это должно быть, и, соответственно, мы должны спасаться и помогать друг другу тем даром, кто каждый имеет. Еще вопрос о отрах, вы думаете, здесь полезно? Полезно. Дело в том, что о отрах, непосредственно, о отрах он получил пользу, уроки, о отрах непосредственно. Осталось только сейчас сердцем принять. Да. Сейчас, подождите. Подождите, за него не говори ничего. Выйди туда, на середину. Что он про себя? А вот он уже наблюдает. Я повредил мне. Ну, нехорошо. Да что это? Ну, если и ставить солдатом. Солдат нормально. Не так. Ну, будь просто, солдат, выпрямь грудь, осанку подправь. И скажи что-нибудь, какие-нибудь. Ну, что за сон. Ну, все, брат. Все, что на сердце. Как тебе, Рыбалка, как тебе понравилось здесь? Что-то плохо, что-то хорошо. Все, Аминь, благодарю всем, которые приехали, которые приехали, и братьев. Ну, а почему же мы взяли? Он брат начнется. Да, Алексеев. Да, Алексеев. Словно. Что сказать? Уникальное место, которое сочетает в себе все, что может человек представить. Да, и как в физическом плане, идеальная природа, идеальные условия для активного отдыха. Ну, а самое главное, да, духовная среда. Когда находишься в среде единомышленников по вере во Христе, и позволяет впитывать каждый день уникальные эти моменты. Общаясь не только за столом, надо сказать, но и в труде. И в любом месте, и в любое время. Ты испытываешь просто уникальные ощущения. Спасибо, Христос. Спасибо. Мы дарим сестру, мы дарим братьев за помощь, за ваш приезд, за ваше пробуждение. У кого что, какие-то недовольства, какие-то, если вы внутри, изгоните их, будьте благодарны во всем. Условия здесь уникальные, как вы сказали. И здесь не курорт, а здесь воспитание есть. Ну, и в некоторых моментах, и перевоспитание. И самое главное, если человек желает, без всякого уныния и недовольства, у него идет возрождение и возрастание, возрастание человека. Поэтому, позвольте мне сказать, это самое, счастливого пути, счастливого пути. Благополучно добраться, ангелы, хранители, Да, 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 да сопутствует вас Господь, да, Николай Водник, да. Иский поклон, и все, конечно. Поэтому, поэтому, подходите, обнимайтесь. Еще я кратко дать скажу. Папа, волк. Да, да. Николай, так, первое объявление. Виктор Андреевич звонил. Виктор Андреевич. У которой врач из Бурнаула, Яковлевич. Да. Он с внучкой путешествовать должен. И потеряли свидетельство о рождении. Завтра вылет в 6 утра. Завтра вылет в 6 утра. Все деньги пропадут, говорит, если не найдем. Подождите, подождите, подождите. Еще раз, потерял свидетельство о рождении? Да, ребенка. Потерял свидетельство о рождении. Завтра вылет в 6 утра? Да. Просил помолиться первым делом. Немножечко, дубликат ему ЗАГС любым может выйти. В 6 утра вылет завтра, да? Да, уже вечер. Метры, метры какие-то. Помолимся. Первое, а мы сейчас помолимся. Пратк на деревку закончу и помолимся. Коротко, коротко. Все, эти вот грузы потом решим. Коротко. Вот это, я не помню где написано, но вот это тело, это как одежда временная душа получает. И так можно не воспринимать, что это шкура. Ну, покусали тебя здесь. Ну, шкуру покусали, одежду. Ничего страшного, оно заживет. Тут такого не допустят, чтобы ты умер там от чего-то. Кто-то даже там себе там травму нанесет. Такого нету здесь, но так. Но если ты в голове держишь, что это временная твоя одежда, то по-другому будешь воспринимать. То есть ты духовное будешь приобретать. Ну, вот здесь жарко спать, мне там еда не нравится, я там бегаю в туалет, там, не знаю, три раза чаще, чем дома. Все это ничто. То есть, если ты вот видишь, что ты временно залетел сюда, душа, в тело это, ну, ничего здесь где-то оно потерзалось, но душа через это обогащается. Вот это вот в голове, когда держишь, потеряет тебе прочее гораздо. А если ты за шкуру свою держишься, чтобы тут подуть, тут помазать, тут это, все, ты уже о душе вообще не думаешь. То есть, совершенно, ой, мне тут не нравится, я не выспался. Да ничего, ты выспишься потом, не помрешь ты. Вот в поезде выспишься, потом дома ты спишься. Люди забывают это. Еще одна минута, полминуты, если что. Хоть сколько? Нет, сколько не надо. Все, не так. Не хочешь, то и жаль. Отпускаем ее, нет? Отпускаем. Спасибо. Все, подходите, прощай. Ты через это приобретешь людей. Давай, парень. Ты хороший парень, трудись тут. Трудись. Силы есть. Давай, пока. Не забывайте, дни, самые счастливые дни у тебя. Для восстания. Пока. Будет угрозное. Да, нет. Давай, Павел. Радую вас, совершенно. Спасибо. До свидания. За Виктора Андреевича, мы молимся. Да, молишь его? За Виктора Андреевича, давайте только молимся. Кто у нас? Благодарны. Да. Вот, тебе самые путешествующие, у нас больше всех. Вы молитесь. Не потеряться. Ну, ладно. Алексей, надо ли? Никогда, мы увидимся. Да, мы с вами обнимемся. Благодарю. Давайте с Богом. С нами всеми молимся. Для паритиков. Да. Хочусь не перебить. Все, недели. Нет. Мама, мне нужно помочь. А потом всем обнимешь. Я не могу пьянь. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Сейчас помолимся и не будем. Алексей, давай, помолимся. Да, да, да. Он 20 лет не обнимался. Да, это понятно. Женатый человек. Да, что можно убедить. Только живой обнимает. Господи Боже наш, слава Тебе. Ты сказал при чистыми твоими устами, без меня не можете делать ничего. Помоги, Господи, брату совершить это путешествие Виктору. Если это угодно Тебе. Если есть на то воля Твоя. Может быть, ему и не надо там быть, куда он стремится. И деньги эти, они покажутся им мелочью по сравнению с тем, что какое повреждение может, или вред получить, или его внучка в этой поездке. Мы молимся Тебе, Господи, с искренним сердцем. Отче, да будет воля Твоя на них. Как Тебе угодно, да будет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресна и вовеки веку. Аминь. Аминь. Помоги, Господи, разрешите этот вопрос. Не так, как мы хотим, Господи. Но если намерение было, он же просил, он молился, просил благословения. Все это было. Но в последний момент бывает, что лежит, а не видит. Лежит, а не видит. Положил и забыл. Господи, если возможно, помоги найти эти документы. Они все равно не сейчас, а потом и нужны будут. За все Тебя, Господи, благодарим. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ну все, с Богом. Кого? Бей, бей? Мама! Это банк. Мама! Пойдем. Так, что ты надел? Приодет? Да, на зарегке приодет. А этого как звать? Его? Егор. Вот Егор на молитве-то не был. Я его еле тянул сюда, в последний момент. Не хочет. Виктор, ему не хочет.